24 февраля исполнилось 90 лет жительницы нашего города, участницы Великой Отечественной войны, уважаемой Вере Сергеевне Соловьёвой. С этим знаменательным событием её поздравили заместитель главы администрации Сергей Валентинович Тощев, начальник отдела социальной защиты населения Злата Валерьевна Бриллиантова, заместитель начальника военного комиссариата Смоленской области в городе Десногорске Николай Николаевич Николаев, председатель совета ветеранов города Десногорска Игорь Владимирович Журавлёв и его заместитель Людмила Александровна Захарова. Вы участник войны, дорогой для нашего города человек. У вас большой юбилей, такой серьёзный юбилей. Самое главное наше пожелание – это вам доброго здоровья и долгих лет жизни. Заместитель главы администрации муниципального образования город Десногорск Сергей Валентинович Тощев передал уважаемому юбиляру письмо с поздравлениями от президента Российской Федерации. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, дорогая Вера Сергеевна. С юбилеем! 25 февраля состоялось заседание административной комиссии, на которую было рассмотрено 13 протоколов. По статье 27 областного закона о нарушении тишины и спокойствия в ночное время правоохранительными органами было представлено 4 протокола. Гражданам, нарушившим данную статью, были вынесены предупреждения, а злостным нарушителям и не явившимся на заседание комиссии был вынесен административный штраф в размере 1 тысячи рублей. По 8 протоколам, представленным по статье 30.1 нарушение общепринятых норм нравственности, было решено комиссией подвергнуть нарушителей данной статьи административному взысканию в размере полутора тысяч рублей. Нарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся в отправлении естественных надобностей человека в общественных местах, в подъездах жилых домов и в иных не отведенных для этого местах, в учебном наложении административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысячи рублей. Далее на рассмотрение комиссии был представлен протокол по статье 32-й – торговля в неустановленных для этого местах. Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и иных населенных пунктах, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Нарушителем данной статьи в этот раз по решению комиссии был вынесен штраф в размере 5 тысяч рублей. Следующее заседание административной комиссии состоится 11 марта текущего года. Как хорошо, что у нас в городе продолжаются добрые традиции. В пятницу, 21 февраля, воспитанниками Литературного театра Дани Макаровой «Книга на сцене» были проведены традиционные литературные чтения «Поэзия на улицах города», посвященные Международному дню родного языка. Сегодня, 21 февраля, Международный день родного языка! Литературные чтения, посвященные этой дате, проводим под флагом детской библиотеки и знаменем Года культуры! Ребята порадовали десногорцев прекрасной программой, в которую вошли стихи известных литературных деятелей Михаила Юрьевича Лермонтова, Саши Черного, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и многих других классиков. Отрывок из пьесы «Маскарад» Михаила Юрьевича Лермонтова, монолог Арбенина. Кто знает, может быть, послушай, Нина, я смешон, конечно, чем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. И что за диво? У других на свете надежд и цели миллион! У одного богатства есть в предмете, другой в науке погружен, тот добивается крестов, чинов и славы, тот любит общество, забавы, тот странствует, тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился, постиг друзей, коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился. Богат и без гроша был, скукой утомим, везде я видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился. Все, что осталось мне от жизни, это ты, создание слабое, но ангел красоты. Твоя любовь, улыбка, взор, дыхание — я человек, пока они мои. Без них нет ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен с другим осмеян был заочно, Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава, Покуда не растопится тверда она, как камень, Но плоха забава с ее потоком встретится, Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову, Но сам, без слез и сожаленья, Две жизни наши разорвут. Проходившие мимо горожане останавливались, чтобы послушать стихи, не обращая внимания даже на плохую погоду. Так как ребята увлекаются художественным декламированием уже давно, у них есть свои любимые авторы. Эпилогом первых в этом году литературных чтений стало стихотворение Марины Цветаевой «Вот и опять окно», который ребята прочитали коллективно. «Вот опять окно, где опять не спят? Может, пьют вино, может, так сидят? Или просто рук не разнимут двое? В каждом доме, друг, есть окно такое, Не от свеч, а плам темнота зажглась, От бессонных глаз. Крик, разлук и встреч, Три окно в ночи, Может, сотни свеч, Может, три свечи. Нет и нету моему покоя, И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом. За огнем с огнем.